привет мои хорошие с вами селена и сегодня 31 декабря сегодня день знаете вот сколько бы мы не хотели вот во всяком случае сколько бы я не хотела новый год провести спокойно без всякой суеты все равно 31 декабря это какой-то особенный день когда все равно мы суетимся и вот этот переход из старого нового года в новый новый год старого нового года я неисправима из старого года мы переходим в новый год и все равно этот момент какой-то волшебный все равно что происходит мы бежим смотрим этот салют мы все равно что-то готовим все равно мы это ждем сегодня у нас видео также в вопрос-ответах было много вопросов у вас именно там какие планы у меня на следующий год у меня есть традиция что на свой канал 31 числа или 30 я выкладываю видео итоги прошлого года и планы на следующий год то есть у меня прям все по пунктам прям список кстати прошу заметить я сейчас вам даже вставлю кусочки видео до эти вы посмотрите у меня там тоже стрижка стрижка обычными ножницами и вы посмотрите какой сейчас у меня густой и ровный стресс и как он смотрится в отличие от того что было у меня с обычными ножницами точно такая же длина так что горячие ножницы это о чем я говорю что горячие ножницы последний раз я подстриглась разница очень даже ощутимо и так поехали итоги что в прошлом году я сейчас я буду вставлять вставочки и вы просто обратите внимание на волосы в прошлом году первая и супер первая это была квартира 2019 год новая купленная купленная квартира я хочу переехать в новую купленную квартиру и она не будет и она не будет даже 40 квадратов вот такая она должна быть большая больше даже той в которой я живу я хочу минимум две комнаты минимум и кстати в позапрошлом году я тоже загадывала квартиру но в прошлом году я и я переехала то есть я не загадала купленную квартиру я просто загадал новую квартиру я как бы в голове держала купленную квартиру но загадала новая в общем я переехала в съемную прошлом году и уже в новый год я загадала новую квартиру свою купленную ну хоть она у меня в но все равно я считаю, что это купленная, потому что ипотека, на мой взгляд, такая небольшая и вполне себе реальная. То есть у меня нет какого-то ощущения груза, что я там не справлюсь, что какая-то большая сумма месячная. Я планирую погасить вообще досрочно этот кредит и очень быстро, и не потратить даже большие проценты, то есть переплата, чтобы была небольшая. Но не суть. Хотела я квартиру больше, чем та, в которой мы живем. Мы живем здесь 40-41 квадрат, и у нас однушка сделана под двушку. Тем не менее, все равно места мало, и я уже хотела квартиру, чтобы было в ней 2 комнаты минимум, а то и 3, да? Ну и квадратуру такую хорошую. Я себе, в принципе, присмотрела там трешку 80 квадратов, но, к сожалению, условия сожлись так, что та квартира мне не выпала. Потому что я уже не помню, честно говоря, сейчас вот снимаю спонтанно, да, я сейчас буду долго вспоминать и тупить, но что-то там... А, тогда, когда у меня появились деньги, у меня, кстати, еще одно из желаний, это туда же в одно было, мама мне подсказывала в прошлом году, чтобы я продала свою квартиру, в которой я жила. Она у меня была давно на продаже, да, но особо вот мне даже не было времени ездить ее и показывать. Поэтому мы ее редко показывали, но хотели уже ее скорее продать, и от этого зависела, в принципе, покупка нового жилья. Но так условия сошлись, что все сделалось очень быстро, я определилась с квартирой, которую хочу, и как-то и покупатель нашелся, который очень довольный, мы в хороших отношениях. И на тот момент, когда я продала свою квартиру и пришла снова к застройщику, к сожалению, все трешки были распроданы. Но я не очень расстраиваюсь, потому что, что не делается все к лучшему, там окна выходили на север. То есть там одно окно выходило во двор, в принципе, на дома, да, и этаж, в принципе, был достаточно высокий, что двора особо там и не видно будет. Вот, то есть меня это не устраивало. Ну и окна на север, они меня... Я ощущала вот интуитивно ощущение мрака внутри. Северные окна, это вообще не мое. Поэтому эти квартиры, они все закончились, и даже была возможность приобрести такую квартиру, только не от застройщика, а вот как там, от подрядчиков, да. И я уже с ними связалась, и они там уже вместе с собой договаривались, и застройщики отказали продавать мне эту квартиру. Типа, есть квартиры другие, пусть смотрят другие. Я сначала расстроилась, расплакалась, а потом в итоге взяла квартиру, 74 квадрата, 73, 74, 73 с половиной. Вот, и очень довольна, потому что там идеальный выход окон на запад. То есть два больших окна, они выходят на запад, и это просто идеально. Ничего не преграждает путь, я буду смотреть. Каждый день закат нереальный. Квартиру купила, свою старую продала. План самый главный, номер один, выполнила. Просто супер. Второе. Встреча с подписчиками, чтобы я пела. Я это не выполнила, я это выполнила по отдельности. Я встретилась со своими подписчиками, наконец-таки, да. Хоть и на встречу пришло всего три человека, но это все равно для меня ценно. Мы прекрасно провели время, вот, и еще даже, когда мы сидели, еще женщина подошла, одна узнала, подписчица моя, тоже посидели, поболтали. В общем, я так анонс делала небольшой, поэтому, видимо, и день какой-то был, может быть, не совсем для того, чтобы собралось как можно больше людей. Но я эту встречу сделала, но я на ней не пела. Мы просто посидели, поболтали, поели. И вот буквально вчера, да, я пела, позавчера, точнее, я пела, был мини-концерт от моей вокальной школы, и я спела, я очень переживала, очень нервничала, я спела песню «Смотри» Гагариной. Я, может быть, ее даже вам в январе, вот уже в новом году поставлю и расскажу там, как я нервничала. В общем, послушайте, я там забыла слова. Короче, ну нормально все прошло, как бы, я смотрю это видео с улыбкой, в принципе, мне не стыдно его показать, поэтому я думаю, я его немножко смонтирую. Там сам концерт, и меня представляют, сам концерт, и потом я иду в машину и делюсь своим впечатлением, и коротенькое видео такое. В общем, разбили мы это желание и сделали его. Дальше, пойти на вокал. Естественно, пойти на вокал, потому что вокалом надо заниматься. Дальше было у меня желание в прошлом году, и да, я пошла на вокал, хожу на вокал, у меня нереально крутая преподавательница, которая открывает мой голос с новых сторон, и я его узнаю, я его чувствую, мне с ней очень комфортно заниматься. Это школа «Прима», «Прима вокал» у нас, я даже не знала, это недалеко, это вообще на моем районе, Первомайский район, ДК Ростельмаш. Да, там условия занятий не такие, ну, ДК Ростельмаш, вы уже понимаете, это само по себе старое здание, и естественно, там не вип-апартаменты, в которых занимаются, да, но тем не менее, преподаватели, особенности преподавателя мой, Марина Витальевна, я вообще просто счастлива, что она у меня появилась, и я думаю, что с ней мой голос все вообще краший и краший, причем очень быстро. И я даже перевыполнила этот план, потому что я еще начала ходить и на английский, и продолжаю ходить на него, и буду ходить в следующем году. Дальше, у меня было желание сделать, запустить производство своей одежды, я ходила тогда, училась, шила, дизайнеры, рисунки и так далее. Ну, и что касается моего нового увлечения, это дизайн одежды и шитье, я тоже хочу этот момент реализовывать, и хотелось бы, конечно, в следующем году, может быть, к концу года как-то что-то, надеюсь, раньше получится, но какие-то свои уже образцы вам показать. Но эту затею я не осуществила, и более того, я ее не осуществила не потому, что я к ней сильно-сильно стремилась, и не осуществила, не получилось, а потому что я передумала, вот такой я человек. Я начинаю чем-то заниматься, а потом передумываю, вот, и понимаю, что это немного не мое. То есть, само производство, шитье, и вот это все не мое. То есть, я с удовольствием, я бы даже организатором всего этого не была. То есть, я была бы идейным вдохновителем этого всего, а организатор нужен мне совершенно другой, который найдет людей, найдет также дизайнеров, может быть, под меня, да, которые придумают какие-то виды одежды. Кто-то будет шить, кто-то будет проектировать, кто-то будет организовывать всю эту работу, а я просто как имя, можно сказать, да, идейный вдохновитель как бы всего этого. Вот так бы мне хотелось. Но, к сожалению, на этой энергии нет у меня, и не было, и желание немножко подпропало на этот год, да. Может быть, когда-то в дальнейшем мы это устроим, когда я найду определенных людей и создам определенную команду, с которой мы будем все это делать. Дальше, путешествия я не планировала, и, в принципе, в этом году я не путешествовала. И шестое, Дэнни ходит в садик, да, вот, то есть, я говорила, что он будет ходить в садик, тра-ля-ля. Что касается Дэнни, он также будет ходить в сад. Ну, вот он и ходит в садик целый год, ну, плюс мы еще начали ходить в бассейн, что очень прекрасно, он уже ныряет, плавает у меня, нет-нет, там чуть-чуть. В общем, комфортно развивается. И, вы знаете, вот эти вот все планы, они такие, в основном я их все выполнила, да, кроме дизайна одежды. В основном все, все выполнила. Вот, в 90% случаях прям можно сказать, что я молодец. Но если я поставила какие-то минимальные, я смотрю, планы, давайте все-таки поставим что-то такое прям конкретное на следующий год. И первое, что я хочу себе поставить за план на следующий год, это закончить ремонт, естественно. Я не хочу, чтобы мой ремонт в квартире длился годами, потому что я люблю жить в комфорте. И каждый раз, то есть я понимаю, что шмотки, вот это все, это уже будет немножечко на второй план. Действительно, когда прям будет возможность такая, не будет это бить по карману, и не буду я урезать что-то в квартире. Я вообще хочу дизайнерский ремонт, но дизайнерский ремонт, это не означает, что прям к вам придет дизайнер, да, и все сделает. Может быть дизайнерский ремонт мы сможем сделать и сами. Кто-то подскажет ванну, как сделать идеи какие-то, да, и я фотографии смотрю разные, и я прям смотрю, о, хочу вот такую. Я иду и покупаю все под это, да, допустим, кухню там, хочу вот такую. Я раз-раз уже что-то делаю, но можно сказать и дизайнерский, почему нет, да. В общем, что я хочу обязательно, чтобы у меня было, это я хочу в следующем году купить кухню хорошую себе, классную. Вот там я со стойкой мечтаю, чтобы она была такая, ну, в общем, классная, да. Большой телевизор, диван, чтобы полностью обустроить вот эту свою кухню-студию. Детскую хочу оформить, чтобы она была уже в следующем году, может, к концу года, посмотрим, как будет. Так, большой телевизор, это я сказала, да, гардеробная, чтобы была. Не знаю, как его будут делать, очень много девочек в ютубе делают гардеробные своими руками, у него же видео скидывали. И, возможно, да, только вопрос, где это будет, я еще не знаю, но хочется мне гардеробную, какой-то такой шкаф большой, куда можно зайти, повернуться вот так везде, а там все у меня развешено, и везде всему, каждые вещички есть место. Это что касается квартиры. Также я бы хотела в следующем году, когда я закончу ремонт, уже хочу начать досрочно погашать кредит. То есть помимо того, что, допустим, я плачу там 6,5 тысяч, это идет на основное погашение долга, а 21 тысяча это идет у меня погашение процентов, да, мне бы хотелось, как бы, чтобы было, знаете, там 20 на 20, например, 20 я погашаю основной кредит, а 20 списываются у меня мои проценты. То есть не по 6 тысяч в месяц, а как-то побольше. И, в общем, в основной долг, тело долга, я бы хотела каждый месяц какую-то сумму досрочно погашать. Вот, это я хочу обязательно. Дальше в планах у меня открытие третьего канала, но он будет на английском языке, и здесь я его рекламировать не буду, потому что, в принципе, мне нужна английская аудитория, я об этом никогда нигде не говорила, для этого я учу английский, но все равно мой английский, он такой спонтанный, конечно же, смешной, вот. И, как бы, в принципе, наши русские, у нас такой русский менталитет, что я думаю, что у меня там будет очень много хейтеров, именно кто будет оценивать мой английский. Я знаю свой английский, у меня вообще уровень супер-мега-элементари, на это будет и расчет, что именно этим я и понравлюсь. Самое интересное, что когда кто-то из других стран говорит на нашем языке, мы не воспринимаем это так остро, мы не оцениваем, мы просто радуемся, что человек может с нами поддерживать связь. Представляете, приехал афроамериканец или китаец, приехали сюда, да, и они разговаривают не на своем языке этом, и не на английском, который у нас кто-то знает, а кто-то нет, да, а разговаривают на русском. Пусть это получается корявенько, да, смешные какие-то словечки, но человек разговаривает, и мы не скажем, фу, какой у тебя плохой русский язык, да, фу, как ты разговариваешь плохо, да у нас в голове не будет, ну правда, я не знаю, кто так думает. У нас же в голове нет того, чтобы оценить, как человек разговаривает на русском, мы просто радуемся, что мы можем с ним поддерживать связь, и он вообще молодец, что он русский наш, сложный язык учит, да. И у англичан на самом деле такое же отношение, когда любой другой человек, кто не является носителем английского языка, разговаривать с тобой на английском, как бы это смешно ни было. Они никогда не скажут, какой ужасный у тебя английский и так далее. Даже когда преподают английский, они этому учат, что не извиняйтесь за свой плохой английский, то есть это никому не надо. Просто это, вот я все время извиняюсь, прежде чем начать открывать рот, я всегда извиняюсь за свой английский, но это надо убирать. Но наши русские, которые умеют разговаривать по-английски, у кого более-менее какое-то есть произношение и знание английского, они всегда скажут тебе, какой у тебя плохой английский или какое у тебя плохое произношение. Ну, если это не преподаватель, да, может быть преподаватель какой-то нормальный, адекватный, он так, конечно, не скажет, а скажет, молодец, там, да-да-да, нужно подтянуть, может, где-то, или вообще молодец, что ты с таким уровнем английского там канала открыла свой, да. Но вот обычные такие обыватели, которые любят поумничать, они всегда скажут тебе, что у тебя это плохо, да, что петь ты не умеешь, Английский у тебя плохой, и что-то там еще ты делаешь тоже плохо, танцуешь плохо, живешь плохо, говоришь плохо. В общем, вот. Поэтому я бы не хотела... Что касается английского, это вообще, я уверена, что от наших русских будет много хейта, поэтому я бы не хотела это рекламировать. Вот, этот английский канал. Но я собираюсь его открыть. Я вообще его в прошлом году собиралась открыть, но вот эта квартира и все дела, в общем, перенесла на этот год. Вот. Как он будет называться, я еще не знаю. И, в принципе, не планирую русскоязычной аудитории об этом говорить. Четвертое. Бизнес. У нас же открылся бизнес. Бизнес пленок, защита пленок наших. У нас рабочий интернет-магазин. У нас очень высокое качество, хорошие цены. Вот. И, в принципе, у нас даже уже можно покупать франшизу. Но именно интернет-магазин хотелось бы мне вывести в ноль, чтобы он приносил в ближайшие там месяцы, в ноль он работал, да. И потом, конечно, чтобы был заработок уже от 150 рублей чистыми, я бы хотела зарабатывать с нашего нового бизнеса. Ссылку я оставлю под видео. Кому интересно, посмотрите, заходите. Еще планируется много купить текстурных пленок разноцветных в начале года. Вот. Но пока есть тоже интересные пленки. Можете посмотреть. Можно защитить свой телефон, часы, планшеты, ноутбуки. В общем, смотрите. Дальше с ребенком, что он также продолжает ходить в сад, также продолжает ходить в бассейн. И еще я хочу в следующем году отдать его уже на футбол. У нас где-то здесь недалеко есть футбол, где как раз с трех лет берут дети. Но просто сейчас, мне кажется, ему совсем еще рановато. Вот сейчас чуть-чуть-чуть еще вот я почувствую. И я думаю, что отлично было бы его туда отдать. Там он энергии будет тратить много. Дальше. Я хочу, чтобы ко мне приехала в следующем году свекровь моя. Как раз уже будет закончен ремонт. Мне так кажется, чтобы уже было комфортно принять ее в гостях, чтобы выделить ей отдельные апартаменты, чтобы она могла отдохнуть там, да, и пригласить ее в гости. Вот. Дальше. Также мы планируем ребеночка. И в следующем году вот было бы хорошо. Но опять же, когда все вот эти вот все, все моменты вот эти будут закончены, да, я их планирую все закончить. И вот как бы беременность, да. Я не планирую родить в следующем году, но забеременеть я планирую. Вот. И девятое. Я также планировала, но не озвучивала в прошлом году, что я хочу открыть школу блогеров, сделать такие недорогие курсы для тех, кто хочет стать блогером. Именно передать свой огромнейший, богатый опыт, всю технику и так далее, и так далее. И, может быть, даже создать какой-то общий такой форум, где бы я поддерживала и помогала ежедневно своими советами начинающих блогеров, чтобы мы вот так вот общались. Все, кто прошел курс, чтобы вот создали такой один общий форум, где мы бы общались и где я помогала бы своими советами, знаниями и опытом. Вот. Тоже планирую в следующем году. Надеюсь, все-таки это все дело получится. Вот. Ну, в принципе, и все. Я думаю, хватит планов, а то я слишком много себе напланировала. Очень приятно, кстати, когда ты подводишь итоги, и ты все выполнила. Молодец. И можешь делать себе новые какие-то планы. Поэтому много их не хочу делать, чтобы, когда я их подводила, не расстраивалась, что их не выполнила и переносила на следующий год. Вот такие вот дела, мои хорошие. Что я могу вам пожелать в следующем году? Самое главное, я хочу пожелать здоровья, потому что здоровье – это важно. Все эти планы осуществлятся у любого человека. Главное, чтобы было здоровье и желание, да? Поэтому здоровье на первом месте. Я всем желаю, чтобы вы были здоровы и бодры. Всем желаю хороших и добрых мотиваций, хороших и добрых желаний, чтобы они приносили пользу не только лично вам, но и окружающим вас людей. Хочу пожелать здоровья и счастья всем вашим близким. И всех поздравляю с наступающим новым 2020 годом. Кстати, год-то у нас 2020. По нумерологии, мне кажется, это очень неплохое число. И у многих может произойти что-то, перемены какие-то, я думаю, в хорошую сторону. То, что вы так давно ждали, мне так кажется. И у меня в этом году точно будет именно так. Все, мои хорошие, я желаю вам провести прекрасно этот Новый год с улыбкой на лице. И прощаюсь с вами до следующего года. Мой гад был, как звучит это, да? Ну, а это, возможно, завтра или послезавтра. Мы проведем Новый год, и я обязательно вам сниму видео, что мы готовили, как мы его провели, что мы делали и так далее. В общем, будет такой влог с Нового года, обязательно. Все, я с вами прощаюсь, люблю вас, целую, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok